Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 30 октября 2020 года. Этот ролик — это начало разговора о тройственном договоре по ЖКХ Светланы Серебряковой. Но сначала я его не могла найти, этот фрагмент, кусочек. Вот сейчас я вам его как дополнение к ролику ЖКХ «Тройственный договор. Вторая часть. Встранение выученных уроков». Светлана, снимать тебя можно? Представьтесь, Серебрякова Светлана, которая ведет самостоятельную борьбу с ЖКХ, которая через суд получила вот эти документы. Вот она, подлинная печать, копия с синей печатью, с подписью. Все как положено. Мне она дает копию этого договора. Это тройственный договор, который нельзя нигде получить, только как через суд. Потому что Светлана отказалась. Сколько ты не платила за ЖКХ? Ну, будет два года. В октябре два года. В октябре два года. И, естественно, на нее там этот суд идет. С 2019 года, да? А с 2018? С 2018 по 2019. Так, вот человек борется, и вот мы будем разбирать вот этот договор. Я думаю, его буду изучать. Так что ты еще хочешь сказать по нему, по этому договору? Да. Это договор, значит, я писала в МФЦ. Мне сделали отказ, значит, писала в банк. Мне сделали отказ, вот Галина говорила, что только через суд. Это, значит, ОООК у Силёва директора. Значит, тут очень много интересного. То есть здесь нам открывают эту тройственную аферу МФЦ, банк и управляющие нашей компанией. То есть каждый управляющий компанией заключен вот такой договор в Москве. Потому что все мы платим на транзитный счет ВТБ. Я сейчас очень-то кратенько скажу. Галина еще раз прочитает, и мы все у нас разберем. И будет ему интересно, чтобы вам кто-то его узнает. Потому что многие даже не знают про этот договор. О чем договор? Мы все платим в банк. В банке здесь написано в этом договоре, что они берут только свои проценты за работу, за перегонку денег. Только проценты берут? Да. Управляющая компания? Нет, нет, нет. Банк. То есть мы отправляем деньги в банк. Банк берет проценты с этих денег. Да, и дальше всю остальную сумму они отправляют на счета наших управляющих компаний. Так. То есть в суде было сказано, представитель Актура сказал, когда судья спросили, куда уходят деньги, почему именно банк. Они сказали, что идет на счет банка. Банк распределяет за воду, за отопление. То есть он по старщикам деньги отправляет сам в банк. Когда я начала читать здесь, оказывается, что банк берет только свой процент. С наших денег, которые мы платим. Которые мы платим. Процент. Остальные деньги он перечисляет в управляющую компанию. Вот здесь вот, где подписано, вот подписано, вот этот договор подписали. Вот посмотрите, 7-3, он поставщик, поставщик, не управляющая компанией, а является тут поставщиком. Так, хорошо. А все-таки воду, вот это все, кто оплачивает? Вообще воду и все остальное по российскому законодательству оплачивает государство. То есть оплачивается из бюджета. За нас, за всех оплачивается. За нас все это оплачивается. Это так же поступает в банк? Я так думаю, что это поступает конкретное распределение, идет заводу. Через банки все равно. Тоже через ВТБ, да? Я не знаю. Пока не знаю. Пока разбираемся. Я думаю, что они же на суде, как сказали, когда я просила у них договор, договор с ресурсами, с научающими организациями, для чего? Потому что управляющая компания, это не ресурсники. Да. У них нет своего. Да, они посредники. Они посредники. Следовательно, раз мы сами не заключаем с ресурсопоставляющей организацией никаких договоров, они сказали, что у нас есть договора. Мы как посредники. Значит, у посредников должны быть договора с ресурсопоставляющими организациями. То есть, получается, что мы должны отправлять деньги управляющей компании на счет управляющей компании, и уже управляющая компания должна распределять. И эти документы она обязана предоставить нам по первому требованию. Они, как она объяснила, когда мы в суде на эту тему стали говорить, и когда я начала требовать через суд, опять же, вот эти документы с ресурсоснабжающими организациями, судья сказал, что это не относится к делу. Я говорю, как они относятся к делу, а куда уходят деньги? То есть, надо же доказать. Вот они, то есть, представитель Попова, по-моему, Попова там была, она сказала, что деньги отправляются в банк, и банк распределяет деньги. То есть, ресурсоснабжающие организации отправляют в банк напрямую. Ну вот здесь вот, Галинка, вот посмотришь, что там есть, где написано четко, четко написано, что они берут только проценты, остальное они отправляют по статусу. Хорошо, это... Причем поставщик, они там обозначают, который находится под 7-2. Я когда стала смотреть, кто же такой 7-2 поставщик, поставщик у нас... То есть, это наша управляющая компания. Так, я ничего не понимаю, еще раз. Тогда они же и поставщик, они посредник и поставщик. По этому договору они поставщики. По этому договору, по тройственному, они являются поставщиками. Ну, мы же знаем, что как корм может быть поставщиком. Это управляющая компания. С нами-то они заключают договора как управляющая компания. Да, они как поставщики. Значит, где здесь зарыта вот эта собака-то? А, зарыта собака там, что я так, что это моё мнение. Ну да, у нас... А что случилось? Нас не обслуживают. Просли, я обслуживаю, чай взялся. С маской, оденьте, перчатки. Мы попросили документы, чтобы нам предоставили, на основании чего нас не обслуживают без маски и перчаток. Мы всё знаем, все эти указы мы попросили, чтобы нам предоставили. Они не смогли предоставить никаких документов. Но вы же знаете, что есть документы. Нет, ну опять же... Мы знаем, какие указы есть, что нет, только рекомендация. Но опять же, если они что-то от нас требуют, согласились... Они должны дать нам документы. Я у девушки из простых силы. Девушка, извините, а у вас есть полномочия требовать от нас что-то? У каждого... Этот фрагмент общения с полицейскими я пропускаю, потому что я уже показывала полностью наше общение, наш разговор и правовые нормы, и всё, что там есть и по Конституции, и так далее. В предыдущих роликах можете посмотреть. Поэтому я его пропускаю, и дальше тот разговор, который тоже уже был во второй серии, я просто его сюда добавляю для того, чтобы была полная картина. Ясна. Свет, продолжаем. Значит, почему мы остановились? Про тройственный союз. Да, про тройственный союз. Получается, понимаете, здесь подвод получается. Нам они представляются как управляющая компания. Заключаются нами договора как управляющая компания. А в этом тройственном союзе выступают поставщиками. Я и говорю, где здесь зарыта собака? Это прослойка, это просто отмывка денег. Вот они, с одной стороны, нам они выставляют одну ширму, а на самом деле с банком они по-другому, у них другой договор. Они идут как поставщики, и они получают вот эти все деньги от государства. Они получают, они не от государства, они от людей получают. От государства деньги уже ушли в ресурсоснабжающую организацию. А это деньги, которые граждане платят на свои счета, в банк ВТВ, банк перекидывает на 5. Так, теперь нам надо доказать, что государство оплачивает из бюджета ресурсоснабжающим организациям. Вот это мы доказали, что они здесь отмывают. Надо еще доказать, что они эти деньги ресурсам не отправляют наши деньги. Для этого, для этого, и нужен договор, договор с ресурсоснабжающей организацией. То есть надо определить, а кто же у нас ресурс. Так. Кто же нам поставляет ресурсы. То есть здесь поставщик, то есть получайте по этому договору. Ресурсы снабжающей организации, поставщик всех. То есть у нас исчез, у нас номер X этот самый ресурс. Мы его сейчас пока не нашли, да? Он у нас скрыт. Он у нас скрыт, потому что договоров они не дают. Они не дают, не дают даже через суд и суд не дали? Они суд, нет, они тоже через суд не дали, они сказали, что это неважно, это дело не касается. Ну надо нам, зрителям, это все отправить, чтобы юристы тоже все подумали над этим всем. Я этот договор тогда, ты сам, ссылку, дам на него. Я смотрела это вот положение именно вот об этих квитанциях. Потому что очень много было разговоров о квитанциях, которые нам приходят, что это оферта. Вот тут вот надо просмотреть. То есть в этом договоре вот все тоже прописано, все проехали. Кто их печатает, неизвестно. Я, допустим, не знаю. У нас в подъезде умерла бабушка уже 4 месяца назад. То есть уже ее определили как умершую. У нее нет наследников, квартира закрыта. А квитанции его в оплате не было. И что ты это скажешь на это, вот как это, у них нет данных, что ли, или что? Ну, данные у них должны быть, они есть, потому что она зарегистрирована. Приезжала полиция, приезжали протоколы составляли. Квитанцы идут в почтовый ящик? Да, квитанцы идут в почтовый ящик. Он до сих пор где-то в каких-то ревестрах числится. Как живой, мертвая душа. Да, то есть он как живой, значит, получать из бюджета, которые были заложены деньги. Это мое мнение лично. Заложены были деньги бюджетные на ее оплату. Конец года, они до конца должны, это была пустая месяц. То есть куда-то эти деньги уходят из бюджета, а квитанции приходят. Все понятно. Ну, естественно, это как хорошо-то, какая прелесть-то. Сколько таких умерших одиноких, на которых можно списывать бюджетные деньги. Да, то есть получается там целая стопка. То есть управляющая организация знает, что она уже умерла. Потому что это муниципальная квартира. То есть естественно, муниципалитет и там в управе знают, что квартира освободилась. А квитанции-то идут. Поэтому кто вот печатает эти квитанции, я вот честно сказать, я уже не знаю. То есть у нас пока мы сейчас, у нас есть некий состав, похожий на преступление, мошенничество. И мы вот хотим разобраться, да, как народ, единственная власть, высшая власть в этой стране. Только что мы по милиционерам ликбез прочитали. Полиционерам, pardon. Когда будут милиционерами, тогда будет. Вот пока полиционеры. Вот, и соответственно нам нужно выяснить, кто же тут этот самый, где договор с ресурсами. Кто у нас ресурсы? Кто заведует ресурсами, да. Они же должны договоры. Договор должен быть. То есть мы потеряли ресурсную вот эту организацию договор с ней. Они ее куда-то скрыли. Они скрыли, то есть получается... Через нее они списывают бюджет, а с нас берут деньги. То есть у нас двойное обложение идет. И получается, что деньги, которые люди платят, они возвращаются в управляющую компанию на счет управляющей компании. Как они дальше распределяются? Неизвестно. Понятно. То есть люди сказали, что именно банк распределяет, отдает ресурсникам. Значит у них сговор здесь получается с банком. Управляющей компанией. Понятно. Поэтому вот эти тростные договоры... А я даже помню это время в телевизоре, когда я еще смотрела телевизор, когда еще не было интернета, когда только образовывались эти управляющие компании, была какая-то такая передача, где Проклова ее еще вела. Там что-то они с управляющими компаниями, что хорошо, что нехорошо, ТСЖ. А ты не знаешь, что ТСЖ это то же самое, что и управляющие, или у них как-то по-другому? ТСЖ там, наверное, что-то по-другому. Товарищество. Я поняла. Товарищество. А кооперативы, вот интересно. Ну вообще, как таковых кооперативов уже нет. Вообще все жилье, вообще по закону, оно принадлежит городу Москве. Это государственные жилья. То есть даже кооперативные квартиры, как бы мы еще себя велеем, что это кооперативные квартиры. Они уже у нас отобрали по документам, да? Ну в смысле не государственные, а вот этой вот компанией. Да, по документам по закону их отобрали, конечно. То есть все жилье в городе принадлежит муниципалитетам. Это все государственные жилья. Компонеры, вот причем, что самое интересное, мы переходим к другому вопросу. Это вот единый величный документ. Это вот ксеротопия, а это вот кооператив. Это мы брали в инфоцентах квартиру на свою. Вот переходим к чему. Вот смотрите, по поводу собственности. Здесь написано вид заселения. То есть, как заселяли? Частная собственность. А по законам везде нам пишут право собственности. Да, право собственности. Вы имеете право собственности, да. То есть право собственности и частная собственность. Это разные правовые нормы. Это две разные правовые ноты. Хотя вот здесь вот пишут вид заселения. То есть на каком основании человека заселили в квартиру. А, это вот ты говоришь, что это документ, это же лично, да? Это наше. Это наше. То есть это все зачерпывается. Да, ну правильно, правильно, да. То есть вот документ свежий. Свежий, да, да, да. Я вижу 19, 10, 20. Да, то есть свежий документ. То есть вот это к тому, что здесь опять они пишут частная собственность. На основании частной собственности. А все документы у нас нам дают как на право собственности. Тоже надо разобраться в этом. Конечно. Так, а теперь вот поэтому это вот делаем. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...